Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вашему вниманию предлагается довольно длинный диалог с известным укра-блогером Ачаков ТВ. Обычно я даю резюме после диалогов с укра-блогерами, если даю, но здесь дам преамбулу. Почему? Потому что следует обратить на два важных момента, я дам поминутно. Ну, плюс-минус там 15 секунд, потому что не знаю, сколько преамбулу моя продлится, я даю сначала ролика. С учетом ставок. Ну, примерно 9.15, 9.30, то есть 9 минут 30 секунд. Он так лоханулся с кондиционерами, заявил, что кондиционер встроен стенку, абсолютно не понимая, хотя имеет, по-моему, техническое образование, принцип работы кондиционера, что ему должно быть теряя по циклу карны, чтобы удалять нагретый воздух. И еще, к тому же, вместо того, чтобы забыть про свой ляп, он еще и повторил его в конце. Ну, почему я обратил на это внимание? Потому что его подписчики вспомнили первый ролик, это полугодичный или двугодичный давности с ним. У меня там я снимался, постоянно снимался на фоне оконного кондиционера, как будто это признак какой-то бедности. Так вот, это вот укроэкнический, вернее, укроэкнический, вернее, укроэкнический контингент, его подписчиков, ну, и Рософобский тоже не понимает, что в Северной Америке оконный кондиционер – это признак среднего недостатка. Потому что бедный человек, живущий в дешевом рентговском доме, не может себе позволить оконный кондиционер, и имеет маленькие форточки, там 25 на 25 две форточки у него. А богатый, наоборот, соответственно, может себе позволить, потому что у него много площади, и некритичное занятие там место кондиционером. А окон именно для среднего класса, по крайней мере, так было лет пять назад. Потом, после падения нескольких кондиционеров, в Торонто запретили ставить просто так, нужно сертифицированного мастера вызывать, если это выходит на улицу. У меня выходит на балкон, я его ставлю. Ну, кроме того, у меня есть напольник-кондиционер, который распространен в Украине, в России, то и там он, или сплит-система. Сейчас я покажу этому украфильному контингенту, если кто зайдет, чтобы они не сомневались. Ну вот, показываю напольник-кондиционер, к примеру, ТСЛ, производство 2019-й год. Так что, повторяю, напольные используются либо бедными слоями населения, либо богатыми. По крайней мере, так было лет пять назад. А почему уходит со сложностями окон, я объяснил. Ну, поскольку у меня выходит на балкон, вот, смотрите, то, значит, я, соответственно, им вполне пользуюсь. Вот сюда я его вставляю, на балкончик выходит оконный кондиционер. Я, почему два использую, потому что люблю пингвинарий, лет в жару, градусов 17-18, и, соответственно, включаю два кондиционера, когда жаркая погода. Ну и, наконец, 14-20. Я ему правильно сказал про милитаризацию. Я потом проверил в словаре. Это наращивание военной мощи или наращивание ВПК государством. Военная мощь, конечно, может быть наращена путем увеличения количества, общего количества военнослужащих, но это как бы 20-19 век. Отчего он, кстати, так бежит? А в наше время военная мощь наращивается совершенно по-иному. Так что тут он тоже лоханулся конкретно. Ладно, спасибо за внимание к преамбуле. Смотрите ролик, ставьте лайки, дизлайки. Все видео у меня выходят на запасных каналах до июня. Ссылка внизу главного канала Фондулом Олег Денклуб на три дополнительных канала. До свидания всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а какие темы, беседуйте в рулетке? То у вас эхо, я себя слышу. Ну, сейчас секундочку убавлю. Так, момент. Вот сейчас, сейчас нормально должно быть? Раз, два, три, раз, два, три. Да, нормально. Меня слышно тоже, да? Да, слышно, слышно, нормально. Ну, окей, да. Я буду Гоптовка, Белгородская область. Олег меня зовут, а вы откуда будете? Откуда вы? Гоптовка, Белгородская область. А вы откуда будете? Я из Калифорнии. Понятно. На какие темы беседуете? Ну, как, на какие темы? На разные. В основном отношения между цивилизованным и не цивилизованным миром. А, ну, это слишком такое, в общем, общее название. Общее, да. Интересная тема, да. Может, у вас какие-то конкретные вопросы есть? Нет, нету конкретных вопросов. А у вас? Ну, вы откуда, если не секрет, уехали в Калифорнию? Из России. Из России. Из какого из не секрет города? Из Питера. Из Питера, да? А в Ачакале бывали? В городе Ачаков, Одесская область. Бывал. Вы там проживали? Ну, можно сказать, что да. Не, ну, просто ваш канал-то называется Ачаков. Обычно так называют по городу максимального проживания. Или с чем это связано? Нет, это неправда. Ну, я согласен. Это не императив, я согласен. Я говорю, по логике. То есть, что-то вас побудило назвать свой канал именно городом. То есть, вы смотрите мой канал, правильно я понимаю? Да, 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 я ваш подписчик. Аймес Сабскрайбер. Я ваш подписчик. И живете вы не в России? Ну, я вам сказал версию. Вы ее не опровергли. А, кстати говоря, вы же оппозиционируете как патриот Украины, а патриот Украина должен возразить. Потому что Гоптовка, это все-таки Харьковская область. Так он тут, откуда я знаю, мне все равно. Ну, так вы. Патриот Украины должен знать географию Украины. По-моему, так. Кто вам это сказал? Нет, можно не знать географию, но быть патриотом Украины так, да? Ну, может быть, и так. Так вы вообще откуда? Вы из Канады, я так понимаю. Ну, вспомнили, вспомнили, да. Да, да, я помню. Мы с вами год назад беседовали, у меня что-то в последнее время участились просмотры роликов с вами. То, как-то несколько месяцев никто не смотрел, а сейчас участились. Но это, наверное, не изменяет. Вы активно стали проявлять и, так сказать, ищут отчаков и попадают в том числе и на мой видосик, да. Я понимаю. У вас сколько подписчиков? Да у меня меньше, чем у вас. У меня и не может быть больше. А сколько у вас? Ну, порядка трех тысяч. Не, ну у вас, конечно, не может быть больше, потому что, во-первых, у вас нет никакого контента. То есть у вас скучный канал, на самом деле. Ну, у меня как раз более разнообразный контент, чем у вас. Я могу объяснить, почему. Ну, да не, ну какой, а в чем, в чем разнообразие это? У меня шесть тем, а у вас практически одна. Так нет, я же не сказал, что более разнообразный или нет. Я говорю, более скучный. Ну, кому как. Не, не, исходя из того, как вы ведете беседу, какими аргументами оперируете, ну, как бы, людям не очень интересно смотреть, потому что у вас нету сильных аргументов. Ну, у меня как раз... Вот, и вы обычно что-то бе, мы, и все на этом заканчивается. Ну, вы меня, наверное, с кем-то путаете. У меня как раз время-то сильнее, просто у меня мало конфронтационных роликов, которые любят зрители. Это да, вот этот минус. То есть нет такого сратики. Не, подождите, подождите, я вас путаю, подождите секундочку. Может быть, я вас путаю, но вы же топите за Россию, правильно? Неправильно. А за что вы топите? Ну, если так в двух словах сказать, я прозападно-сепар. Хорошо, скажите мне, а Крым чей, Крым чей? Странно от вас такой слышать вопрос глупый. Коллизия права. Естественно, по-украинскому, в украинской системе права он украинский, в российской системе права он российский. А, ну, так, значит, это вы. А в международной системе права он определяется как украинский, находящийся под эффективным говерментом России. Я вас спросил, вы считаете, Крым был захвачен, был захвачен, оккупирован или нет? Ну, так опять, конечно, был оккупирован. Это же разведчик-спион. Со стороны оккупированной, со стороны теряющей территории от оккупации. Вы считаете, что Россия, когда оккупировала Крым, совершила агрессивные действия? Ну, формально, наверное, да. А неформально? Ну, вы начинаете. Вот Крым это какая-то... Я сразу скажу, я не Крым нашелец. Я считаю, что Россия допустила ошибку, присоединив Крым. Не, ну вы сейчас только что, как бы, пытались оправдать, что вот, фактически он российский там и так далее. Я не фактически, а вы плохо слушаете. Я вам объясняю. Нет, я хорошо слушаю. Вы какой-нибудь... Вы образование у вас такое, техническое? Вы живете в каком городе? Напомните мне, пожалуйста. В Торонто живу. В Торонто. А, в Торонто. Слушайте, это вы сидели со встроенным кондиционером, правильно, в стенку? Нет, как-то кондиционер, вроде, в стенку встроенную, что вы глупости говорите. Как, вот так, вот в окно, ладно, в окно. В окно просто ставится окон, и кондиционер он, естественно, ставится. Да, это вы сидели с ним? Да, да, я сидел. А, ну так... Я понял, я вспомнил вас. Вы такого про-фашистского толка, я... Да нет, вы ошибаетесь. Ну, это как... Ну, как мир. По мне, так вы про-фашистского толка. Ну, light. А в чем выражается мой про-фашистский толк? Можно узнать? Ну, я говорю, very light. Я сейчас... Ну, допустим, вы поддерживаете вот укромовный закон последний в Украине. Давайте мы с вами на русском языке говорим. Не надо вставлять и коверкнуть особенно какие-то слова. Хорошо. Хорошо, вы поддерживаете закон о мове, который вот порох принимал на зло Зеленскому. Мы с вами говорим на русском языке. Говорите, пожалуйста, на русском. Не вставляйте и скажу... Ну, он так называется официально. Закон о языке – это глупость, так сказать. Потому что он называется официально по-другому. Это собственное имя. Да при чем тут это? Мы же с вами сейчас на русском говорим. Хорошо. Вы поддерживаете последний закон о языке в Украине, который Порошенко на зло Зеленскому протолкнул в Раду, а этот дурачок его взял и в итоге это подписал. Или не поддерживаете? Конечно, поддерживаю. Поддерживаете. Этот закон содержит признак фашизма, такой как этатизм. Какой? Перечислите, пожалуйста, какие признаки фашизма в этом законе. Я вам говорю, этатизм. Один признак. Вы именно в этом законе один признак. Конкретно, конкретно приведите пример, что вы имеете в виду. Я имею в виду, я вам сначала дам дефиницию. Этатизм это вмешательство государства в дела частного бизнеса. В частности, тут имеется в виду лингвистическое вмешательство государства. Когда заставляют на мове говорить госсектор, это вполне естественно. Но когда частный бизнес официантов на ресепшене заставляют говорить на украинском языке, это вмешательство в дела частного бизнеса. То есть в лингвистическом плане это признак фашизма. Ну такой, легенький, но признак. Я понял, а где можно прочитать это, что в лингвистическом плане это признак фашизма? Есть или это вы только что придумали? Я не только что придумал, я это логически выявил. Я же вам повторяю. То есть вы выявили это правило, и сейчас его преподносите как нечто само собой разумеющееся. Ну почему вы так решили? Я это преподошу как свое мнение. Ну понятно, понятно. Ну ваше мнение, я думал, хоть вы на чем-то основываетесь. Основано на логике, я же вам объяснил. Я вам дал дефиницию этатизма, это не мое мнение. Это официальная дефиниция этатизма. Вы, ваше мнение ошибочное в том, что это признак фашизма. Если вам нужно разжевывать, вы не понимаете, о чем я говорю. Я понимаю, я понимаю ваше мнение, я его акцептирую. Если вы понимаете, что вы тогда цепляетесь с каким-то другим словом, начинайте изворачиваться. Ну хорошо, есть и другие признаки. Допустим... Давайте, какие еще есть признаки? Ущемление свободы слова, в частности закрытие трех каналов. В чем выражается ущемление свободы слова в Украине? В закрытии трех каналов. Без суда. В закрытии трех российских пропагандистских каналов? Ну в чем в России? Во время войны с Россией? Тогда уж, тогда уж... Вы считаете это ущемлением чего-то? Тогда уж пророссийских. Хорошо, давайте пророссий, скажем, а если те же самые, например, Арте, да, которая закрывается во многих европейских странах, запрещено, как они тоже профашистские тогда получаются, эти страны, или фашистские, да? А в какой стране запрещено? Арте? Арте, да. Ну... В какой цивилизованной стране Арте запрещено? По-моему, в странах Балтии. Ну вот в странах Балтии. Они же условно... Подождите, то есть вы их тоже называете фашистскими, я правильно вас понимаю? Да, я и Украину не называю фашистской. Чтобы назвать Украину фашистской, у нее должно быть большинство признаков, то есть 7 плюс 1, минимум 8. А, хорошо, то есть, по вашему мнению, признаки фашизма есть в Украине и в странах Балтии. Да, и в странах Балтии. И даже у вас есть признак фашизма, такой как милитаризация. Это нормально. У кого у вас? В Штатах. Это нормально, иметь какие-то признаки фашизма. Милитаризация? Вы что вкладываете с словом милитаризация, скажите, пожалуйста? Да, в вашем случае я вкладываю большой процент выделения бюджета на военные расходы. Это нормально. Неправда. Это нормально. Это неправда. Вы не знаете, что такое милитаризация тогда. Ну, потом погуглите дефиницию. Не будем на этом говорить. Вот именно, погуглите. Вот вы погуглите. Не говорите глупости. Хорошо, хорошо. Когда много денег выделяется на армию, это не называется милитаризацией. Милитаризация, когда идет экспансия вооружений и там в больших количествах возрастает число военных, поставленных под ружье людей. Вы вообще сами понимаете, что вы говорите? Вы ошибаетесь. Наращивание оружия. Нет, вы ошибаетесь. Почитайте, что такое милитаризация. Хорошо, я почитаю. Оставим этот вопрос, если вы не хотите гуглить. Ладно, это самое. Ну все. В слезонных странах арти не запрещают. Ни у вас, ни у нас, ни в Западной Европе. В Восточной Европе вполне возможно. А я объясню. Я вам объясню, почему не запрещают, например, в Америке. Потому что американцы понятия не имеют не только, что такое арти, с ее там этой вонючкой Симоньян. А они вообще даже, немногие знают, что где-то там Россия есть. Ну я в курсе. Это до одного места. Ну я сейчас не вам расскажу, я своим слушателям рассказываю. Это всем до одного места. О странах, которые были оккупированы Советским Союзом в лице России и Украины тем более. Которая сейчас война ведется с Россией. Это насущная проблема. Избавление вот этой пропаганды. Поэтому сравнивать... Аналогично, я понял вашу мысль, может не продолжать. Аналогично. В данном случае, вот и есть в ваших словах логика. А вы начали стримы проводить, да? Нет, нет, я стримы не провожу. Ну вы кому-то объясняли. Я думаю, что у вас стрим, прямой эфир, нет? Нет, нет, я стримы не провожу. Да, это для будущего, когда видео выложите, для зрителей. Да, да, это когда выйдет видео. Стримы это слишком тяжело. Я не думаю, что это сидеть 3 часа в прямом эфире и показывать всех подряд, я не вижу в этом смысле. Но я вас понял. Я по таким же причинам, в принципе, и тоже редко провожу, может раз в 3 месяца. Ну хорошо, давайте вот такой вопрос обсудим. Как вы думаете, сепаратизм в Украине это криминал или нет? Ну, вы знаете, во-первых, что называть сепаратизмом, первое, и второе, в какой степени этот сепаратизм? Ну хорошо, я вам дам дефиницию сепаратизма. Сепаратизм это стремление региона и регионов отделиться от метрополии, это в экстремальном случае, либо создать автономию, если не было таковой. Да, нет, нет, я не считаю это сепаратизмом. Ну хорошо, что вы считаете, это вот классическое определение, первое, скорее всего. Да, да, я, в смысле, вы сказали, как ваш вопрос звучал изначально. Считается ли в Украине сепаратизм криминалом? А, считается ли в Украине? Нет, подождите, да, конечно. Это понятно, что в цивилизованных странах он не считается, в Канаде проводится референдум, я понимаю. В Украине, под тем же причином, что я озвучил ранее, он, конечно, считается сепаратизмом, потому что этот сепаратизм основан не на воле изъявлений людей реально, и не на там общенациональном референдуме, а он основан на вмешательстве соседнего агрессивного государства. Этот сепаратизм поддерживается извне, и он имеет, он принимает формы криминальные, поэтому он криминальный, он принимает формы войны, поэтому... Вы в данном случае берете пример имеющегося сепаратизма и трактуете его, а в юриспруденции так не действует. Вне зависимости от наличия, что сейчас, просто берется дефиниция сепаратизма, так я вам подскажу. Нет, нет, это неправда. Вы спросили меня, считаю ли я криминальным, вот так вот в одном случае он криминален, в другом может быть и нет. Вот в чем разница. Этот ваш вопрос абсолютно верен. Тут вам респект. Вот эта фраза последняя абсолютно верна, я вам поясню. Вы не знаете, кстати, не знакомились с украинскими законами, раз уж вы так топите за Украину? Не знаете, какое нормальное правило регулируется вот этот сепаратизм? Нет, нет, честно говоря, не знаю. Но я вам скажу... Не, не, вы знаете, более того, я вам скажу, даже не тратьте свое время на это, меня это не интересует, каким правом это регулируется. Меня интересует отношение между страной-захватчиком, страной-агрессором, какой является на сегодняшний день Россия, и Украиной, которая пытается вырваться из этих вот жарких псевдобратских объятий. Ну, я понял, вы опять берете уже за фактические события, а я вам с вами пытался поговорить по юридическому аспекту. Ну, ладно, если не хотите, не будем это. Вы понимаете, я ведь не юрист, и вы не юрист. Какой смысл нам сейчас? Тем более, если вы читали это, то я нет. Я не вижу смысла это с вами обсуждать, потому что для чего? Лекцию выслушать? Мне неинтересно. Почему? Если мне будет интересно, я это почитаю. Я понял. Почему вы решили, что я не юрист? Ну, так почему-то мне кажется. У меня второе образование выше, как раз юридическое. Юридическое какое право? Ну, право у меня уголовный процесс, специальность. Ну, в диспозиции нормы права я могу разобраться. Я хотел вам просто пояснить. Вы работали где-то в органах? Почему в органах? Я работал представителем в судах. Представителем кого? Заказчика. Адвоката. Заказчика чего? Выступал субъектом процесса в качестве защитника, например. То есть вы были адвокатом? Ну, я, поскольку у меня это второе образование, я его получал чисто для эмиграции, чтобы баллы набрать. В Канаде балльная система, в отличие от вас. Ну, как раз в 90-е годы мне, так сказать, нужно было подрабатывать, вот я подрабатывал, так сказать, представителем в судах. То есть юрисконсультом вы были? Ну, если вот по-вашему, я не имел адвокатского статуса, я по-американски буду как бы пара-адвокат, паралегал. Паралегал, значит, в судах во всех гражданах. Я знаю, что такое паралегал. Подождите, у вас есть высшее юридическое образование? Да, да, я же вам сказал. А что вы заканчивали, можно узнать? Ну, это интересный момент. Вот давайте, я вам скажу. Смотрите, вот вам такая логическая загадка, как вы ее решите. Я поступал в одном государстве, а заканчивал в другом государстве. А профессорская преподавательская состава был практически один и тот же. Как вот это могло быть? Ну, на 90-е годы... Ну, если я вам город сказал, естественно, там вы назовете вуз, который юридический там... Ну, что ж, я буду сейчас бегать по сотням городам российским, что ли? Ну, я вам хотел задать, проверить ваше логическое мышление, но вам не хотите. Да, логика, конечно, резная. Я должен угадать город, в котором вы учились. А фонаренная загадка на логике. Нет, ну я же не просто вам... Я вам даю вводную, по которой можно догадаться. Да это было в огромном количестве городов. В огромном количестве, когда переименовались эти все дела. Приведите хоть один пример, чтобы профессорская преподавательская состава был на 90% один и тот же, но вузы находились в разных государствах. Приведите хоть один пример. Как понять, вы не сказали в разных государствах. Я сказал. Вы сказали разные, оно получило другое название. Слово государство вы не сказали. Нет, потом проверите, я сказал. Хорошо, ладно. Если, например, я вам приведу пример. Когда распал Советский Союз, все, что до этого, это начиналось в Советском Союзе, а через три года, когда Советского Союза уже не было, это были уже совсем другие вузы. Вот вам пример. Это было в каждом городе. Какой вам еще пример нужен? Очень хороший пример. Хорошо. Это было на рубеже 90-х нулевых. Ну, считайте в начале... Ну, это, конечно, здесь понятно. В начале нулевых. А, в начале нулевых. Уже после распада ССС прошло 10 лет. Ой, господи, да скажите-ка, что вы заканчивали, как называли, вернее, куда вы поступали, как назывался... Ну, я скажу вам, я хочу, чтобы вы логически помыслили. Да нет никакого логической загадки. Что за бред вы несете сейчас? Хорошо, я поступал в Харьковскую юракадемию, а заканчивал в Белгородский универ, юрфакт. Перевел. То есть в Харьковском это был Белгородский филиал или как? Нет. Поступал в Харьковскую академию. Когда в России случился дефолт, в России стало учиться дешевле. А мне нужен просто был диплом для эмиграции. Я перевелся... А, так подождите, так вы, значит, из одного вуза перевелись в другой. В другой. А не то, что он стал друг другим. Я и сказал, что перевелся в другой. Да, но у меня... Я, значит, не расслышал слово перевелся. Я вам почему подводил? Потому что, когда открылся в 90... Вот до... За два года до моего перевода, юрфакт в Белгородском универе только открылся. И там на 95%, 90%, читали по часовике Харьковской юракадемии. Ну, проводили лекции и занятия. То есть не было своих кадров. Ой, вы знаете, меня это не сильно интересует. Ну, вы спросили, что я заканчивал. Я вам ответил. У вас вообще не должно... Ну, все, это можно ответить одним словом, а не 27. Я понимаю, я просто хотел проверить ваше логическое мышление. Ну, хорошо. В каждом городе бывшего Советского Союза это произошло. Логику. Где ж тут логика? Вы опять нелогичны. Это произошло в нулевых. А когда в 90... А в 90... Именно это я имел в виду, когда говорил, что у вас скучный канал. У вас никто не смотрит. Потому что вы что-то нудите, нудите. Нет ни контента вообще, ни о чем. Разговор ни о чем. Ну, вы так считаете. Ну, не важно. Я не по этому. Ну, я так считаю, да. Вы знаете. Ну, короче, я понял, что у вас есть... Вы заочно учились? Юрфак, да, я заочно учился. А, ну, понятно. В 90-е... В начале 90-х годов, я знаю, как там учились. Приносили бутылку коньяка и сдавали сессию. А потом ящик коньяка и получали диплом. Ну, вы опять путаете. В начале нулевых, я же вам сказал, а не в начале 90-х. Я сам знаю. Я говорю, в конце... В конце 90-х... Вы сказали, в начале. Вы что-то сильно устали. Секундочку. Секундочку. В начале нулевых. То есть вы... А, вы в 2000-х годах заканчивали? Чего ли? Да. В 2000-х. Ага. Ну, так а там то же самое было, на самом деле. Еще проще. Даже не надо было бутылку коньяка приносить. Скидывались, скидывались группой и все, правильно? Кстати, кстати говоря, могу вам рассказать одну интересную историю. Одно из моих выигрышных дел, которым я горжусь, это дело... Значит, гражданское дело моего племянника против одного из районных военкоматов. И я его выиграл. И не просто выиграл, а в басманном суде выиграл. У района военкомата. Так, подожди, вы в качестве кого присутствовали там? В качестве представителя своего племянника. Это гражданское дело. Военкомат не хотел ему давать отсрочку. И я выиграл, а не просто выиграл, а в басманном суде. Это было, наверное, последний раз, когда басманный суд кому-то что-то проиграл. Не знаю, я не слежу. Нет, вам интересно фабула? Это интересное дело? Или вам это неинтересно? Нет, нет, нет. Вы знаете, увольте меня от этих подробностей, мне это абсолютно неинтересно. Ну, хорошо. Что вам интересно? Какие-нибудь вопросы у вас есть еще интересные? Вы знаете, в принципе, как бы и нет. С вами мне все понятно. Ну, понятно. У вас это... Вы меня обвиняете, что у меня скучный канал, а вы только у вас про Россию, про Украину больше ни о чем вы не говорите. Ну, вы знаете, дело в том, что я и канал-то создавал именно для этой цели, понимаете? Ну, хорошо. Я понял. Я понял это ваше право. Просто меня интересует такой вопрос. Если вы, как говорите, русский, да, уехали, большую часть прожили в России, почему вы так топите за Украину? Да я не за Украину топлю. Неужели непонятно до сих пор? Я к Украине относился до 2014 года, особенно там до 2000-го, до, по крайней мере, первой их оранжевой революции, до Ющенко. Я относился ровно так же, как и ко всем вот этим совковым странам. Так. А потом почему стали позитивно относиться? О том, когда украинцы показали, что они все-таки не рабы. Они это показали себе в первую очередь. Себе и всем вокруг. То есть это достойно уважения. Это нация достойно уважения. Вы, наверное, не бывали в Украине или очень мало бывали, чтобы так заявлять? Я бывал в Украине очень много, не хотел вас расстраиваться. Ну, я... Да нет, что расстраивать? Я сам, у меня достаточный опыт проживания в Украине. И достаточно знать, насколько украинцы терпили. Как вы думаете, почему, допустим, Сталин... Да, я с вами согласен. Я с вами был согласен. До 2014 года. Но после 2014 года мое мнение поменялось. Понимаете? Поэтому насчет терпил, уж кто бы кто говорил, но только не российские люди. А почему решили, что я российский человек? А я сейчас не про вас сказал вообще-то. Я вообще-то из Харькова уехал. Ну, слушайте, ну вы пророссийский, какая разница? Ну, смотря какой позиции, я что вам объяснил, что при Средине Крыма я считаю эксцессом космосу прецедента и тем, что Россия допустила в этом ошибку. Достаточно был абхазский вариант в данном случае. Вы так не находите? Из-за этого Россия получила санкции. Или вы так не считаете? То есть, вам не нравится метод, а суть, вы все-таки по сути, вы поддерживаете захват Крыма. Единственное, что вы не поддерживаете, это метод. Вы считаете его неправильным. Это же никак не меняет ваших в целом, понимаете, картины не меняет ваших. Ну, а вы считаете, что совковые границы справедливы? Все конфликты на постсоветском пространстве вызваны тем, что большевики специально, намеренно, неадекватно проводили республиканские границы. И именно по этим, к сожалению, границам СССР распался. Если бы он распался... А какие, подожди секундочку, какие еще постсоветские конфликты серьезные, вы знаете, кроме войны между Россией и Украиной? Это последний. Первый конфликт начался между, значит, в Карабахе, потом в Абхазии в 92-м году, потом уже еще повторился в 8-м году. Неужели, что вы не знаете? Ну, это все, вообще-то это все, особенно то, что повторилось, это все с помощью России повторилось. Ну, потому что я понимаю, что с помощью России, без помощи России метрополия бы задавила рибелинговые регионы. Понятное дело. Ну, если Россия могла оказать помощь, она оказала. Когда она не могла, она не оказывает. Помощь. Это не помощь. Это агрессор, который наполнил соседнюю трубу. Вы считаете, совковые границы, которые проведены большевиками, они справедливые между республиками или нет? Что вы понимаете, вы так уничижительно говорите большевиками? То есть, когда распадался Советский Союз, это вы называете большевиками? Границы были проведены большевиками ранее, а не когда распадался Советский Союз. Какая разница? На момент распада? Вот в каких границах все... Они были легитимными на момент распада. Ну, на момент распада. Но это не значит, что они были справедливыми. Если они были на момент распада, они должны сохраняться. Почему? Нет, они так решили, что они должны сохраняться, поэтому они стали легитимными. Но это не значит, что они справедливыми были. Или вы считаете их и справедливыми? Да нету слова справедливость. Это в вашем случае антоним закону. Есть законно или незаконно. Легитимно или нелегитимно. А все ваши справедливости, это по понятиям, понимаете? Это не о чем. Нет, ну смотрите, я вам приведу пример. Вы знаете, что вот до Чикатило расстреляли некого Кравченко за те преступления, которые... Более того, его расстреляли не его одного. Не его одного расстреляли. Да, да, там еще... Я просто фамилию запомнил Кравченко, второго я не помню. Так вот, суд, который их приговорил к расстрелу, был абсолютно легитимным. Он вынес законный приговор, приговор вступил в законную силу, прошла апелляция. Но он не был справедливым. Вот разница между легитимностью и справедливостью. Да, потому что это была ошибка. Это была ошибка, да. Никто не гарантирован, ни государство, ни человек, ни суд, как инстанция. Никто не гарантирован. Да, я согласен. А в 91-м, так сказать, были, так сказать, изменены... Были реорганизованы преступные действия большевиков. Реорганизованы? Какие действия и как они были реорганизованы? Они были... То есть, республики превратились в государство, как что-то вы не знаете, как они были реорганизованы. Вы имеете в виду, когда распался Советский Союз? Да. Ну, он распался, а все-таки по общему согласию, если вы знаете, что де юре, Советский Союз, распался в один день. Де юре, да. Я же не спорю. Но дело в том, что границы, по которым он распался, были несправедливыми, хотя и были легитимными. Кто? Кто сказал, что они были несправедливыми? Кто это доказал? Если они были несправедливыми, на это есть суд, на это есть международный суд. Если международный суд признает их несправедливыми, значит, я с этим соглашусь. Если международный суд не признает их несправедливыми, значит, они были справедливыми и легитимными одновременно. Справедливость в данном вопросе – это не юридическое понятие. Совершенно верно, это понятие. Это по понятию. То есть, ни о чем. Ни о чем. Ну, если юридически, это ни о чем. Но это в то же время является причиной конфликтов на постсоветском пространстве. Человеческое общежитие основано в любой стране нормальной цивилизованной. Только на юридических отношениях. Единственное, кто из этого пытается доказать, что понятие выше – это Россия. Ну, хорошо, почему только. Вы считаете, что вы можете отжимать территорию соседних государств, а Россия, значит, не может. Так получилось? Кто мы? Кто мы? Мы – это кто? США. Ну, вы отжали. А какие территории США отжало после Второй мировой войны? А в чем? В ТОСУ. До Второй мировой войны. А мы говорим сейчас не о дик... Не, подождите. Мы говорим не о мире вандалу. Мы не говорим о диком мире. Мы говорим о цивилизации. Что это было соглашение между странами после Второй мировой войны. Вначале Первой, и потом очень через короткий промежуток времени Второй. Да, я согласен. Крашный. Все, хватит, ребята. Давайте договариваться мирно. Вот у нас есть мир перекрылся. Я понял, я понял. Давайте останемся в этих границах. Все, точка. Я понял. Так вот, от упоминания об этом соглашении Украина должна бежать как черт от Ладана. Ибо Крым еще 9 лет после этого соглашения, после 1945 года, находился в России до 1954 года. Да не в России, он находился в Советском Союзе. Неужели вы разницу до сих пор не поняли? В Советском Союзе. А в Республике находился в РСФСР. Ну, вы это должны знать. Послушайте, а вы не знаете, что при Советском Союзе сколько земель Украины было передано под юрисдикцию РСФСР? Как вы думаете, больше, чем Крым по территории? Ничего не было передано, кроме тех, которые были переданы Украине по Брестскому миру. Частично были возвращены. Секундочку, секундочку. А вот эти южные территории не были переданы? Я вам перечисляю. По Брестскому миру Украине был передан Харьков, Донбасс, часть Кубани, часть Ростовская, часть современной Белгородской и Воронежской областей. Я говорю, переданы России от Украины забрали. Вот, я вам говорю, что переданы Украине. А в 20-х годах возвратили земли современной Белгородской области, Воронежской, Ростовской и Кубани. А Харьков и Донбасс, к сожалению, оставили в Украине. Вот, видите, при Советском Союзе земли Украины были переданы РСФСР. Точно так же, как при Советском Союзе, Крым был передан. Формально, да, Украине, все. И на этом стоит точка, большая и жирная. Ну, я тоже так думал в нулевых годах. Кстати говоря, вот до третьего года, пока я не прочитал итальянскую газету о разделе Украины. Я тоже, вот, живя в Харькове, я так рассуждал, что деваться некуда, успокойтесь, раздвиньте булки и попытайтесь минимизировать негативные последствия нахождения Харькова в Украине. Вот, это моя была позиция. Ничего тут не сделаешь. А потом, как раз с итальянцев началось вот это все разговоры по Украине за два года до этого первого Майдана, кстати говоря. Я прочитал, и меня что-то понравилось так вот, как европейцы рассуждают о перспективном разделе Украины. Хотя это, конечно, не все европейцы, а только какой-то итальянский был журналист, но, тем не менее, вот. Да, естественно, слушайте, из мухи раздувать слона, это вообще удел российской пропаганды. То есть, я не думаю, что вы должны ему подобляться. Ну, я просто говорю, нет, я говорю, почему я изменил свое мнение. Ну, так мне просто понравилось, как бы, статья. Я понимаю, что она мало что значила, но посмотрим. Я тоже не считаю, что Украина должна разделиться под внешним влиянием. Это проблемы с признанием и так далее. Оптимальный вариант, как Чехословакия в девяносто этим году. То есть, по, так сказать, собственному решению митрополии. Как вот, и сразу Словакия была признана. Это вот по-современному. Я как раз не поддерживаю. Я не поддерживаю. То есть, вы сейчас привели пример раздел Чехословакии на Чехию и Словакию. И вы это применительно к Украине сейчас сказали? Да, применительно к Украине. А почему не наживаю? Вам не слышно самому? Да там даже в названии было заложено две страны. Ну, что вы говорите? Потому что Чехия все-таки под цивилизованной. А соотношение на 91-й год русских и украинцев было то же самое, что чехов и словаков. Ну, по этносу немножко меньше, а по языку намного больше. Чехи тоже могли поступать так же не цивилизованно, как украинцы, и назвать страну свою Чехия. И всю ту Чехословакию назвали бы Чехии. Их было 70%. Но они не стали этого делать, потому что они народ по цивилизованию. Ну, могли же, могли же. Совершенно верно. Так вот, давайте не будем заниматься ревизионизмом. Давайте не будем менять то, что легитимировано много лет назад и признано мировым сообществом. Это и есть единственный источник мира на Земле. Ну, понятно. Я с вами тут полностью согласен. Если заморозить границы, это будет источник мира. Но история построена так, что изменение границ – это естественный исторический процесс. Что-то меняется. Нет, был. Был. В диком мире, в диком, в цивилизованном. Этого не должно быть. Не должно быть. То есть, 93-й год – это уже не цивилизованный мир. Разделчик Словакии. Словакии, объединение Германии. Это цивилизованный мир. Нет, секундочку. Оно же было добровольным, объединение Германии. Никто же под дулами автоматов их не сгонял. Вы что, разницы не чувствуете? Я же об этом вам и это доказываю. Ну, а при чем здесь дикий мир к этому? Когда люди договорились. Вот если бы Украина созвала общенародный референдум, общенародный референдум бы сказал, Крым, ты хочешь отделиться? Вся Украина бы сказала, Пожалуйста, отделяйся. А в Крыму одновременно сказали бы, Конечно, мы хотим отделиться. Все, не было бы вопросов. Ну, я понимаю. Это может соответствовать закону Украины. Не было украинского международного, этого, общенационального референдума. И быть не могло, естественно, при таких особенно обстоятельствах. Посмотрите на эту самую. От Англии. Кто собирался отделиться? Ну, Шотландия. А как? Ну, там все цивилизовано. И в Квебек у нас проводится. В цивилизованном мире проводится все цивилизовано. Она отделилась или нет? Нет. О, она не отделилась. А вы знаете, что этот процесс длился или пять, или шесть лет? Вы опять пытаетесь из меня сделать какого-то там пропутинского сторонника? Ну, так получается, к сожалению. Я не являюсь. Я же вам сказал. Я прозападный сепар. То есть, в идеале, я считаю, что если Украина разделится, то всем трем странам нужно ориентироваться на запад. На западный сепар. Украина не собирается делиться. Не собирается делиться. Это первое. Второе. Россия спит и видит, чтобы поделить, разбить Украину, захватить там. В общем, сделать все, что угодно. Для того, чтобы эта цивилизация не перекинулась, не дай бог, на Россию. По мнению многих, Россия спит и видит захватить всю Украину. По мнению многих, кстати говоря. А не разделить Украину. Если бы Россия могла это сделать, она бы уже давно это сделала. Конечно. У нее не хватает. Я понимаю мотивацию, почему она не делает. Я вам объясняю мнение многих. А вот вы упомянули всеукраинский референдум. А какой нормы права он регулируется? Ну, насколько я помню, это написано в Конституции, что если об отделении или же присоединении каких-то территорий проводится общенациональный референдум. Да, статья 73 Конституции Украины. А как вы процедуру представляете? Вот ни с того ни с сего взяла Украина и поставила проводить референдум об отделении или присоединении региона A или B. А у региона-то они не спросили. По логике сначала должен проводиться региональный референдум, который, однако, не будет иметь для Украины никакой юридической силы, только информационные. Вот, допустим, регион A, да, Украины, он хочет отделиться. Он проводит... Чтобы знать Украине, стоит ли, значит, инициировать дело в порядке статьи 73 Конституции Украины, Украина должна знать, хочет ли этот регион отделиться или хочет регион, с другой стороны, прийти в Украину или не хочет. Она это может знать только путем, значит, плебисцита или референдума в данном регионе. Регион A, если бы Украина была цивилизованная, проводит референдум пока в пределах своего региона. Хотите ли вы отделиться Украиной или не хотите. Для Украины, повторяю, он не имеет обязательной силы юридической, и имеет только конституционную. Если он не хочет отделиться, дело закрыто. А если хочет, уже Украина решает, значит, как вот дальше действовать в порядке статей 73. А Украина же, вот если бы Украина была цивилизована, она бы то же самое заявила этим вот реберинговым областям, там, Луганской, Донецкой и Харьковской, вместо того, чтобы их подавлять. Вы проводите референдум. Подождите, секундочку, секундочку. Кому бы она это заявила? Гиркину, который пришел туда с автоматически? А что он тут Гиркину? Властям этих регионов. Гиркин это никто для Украины. Подождите, а власти регионов этих не начали поднимать российский флаг? Ну, что значит, это для вас российский флаг? Вот так. Вот это и есть. Вы говорите, если сепаратизм является криминалом. Конечно, на каком основании начали поднимать российский флаг над суверенной абсолютно украинской территорией? Что за бред? Я вам объясняю. Да, это была ошибка, я считаю. Но логика тут такая. Этот флаг не только и не столько флаг соседней державы Российской Федерации, а более он флаг родины предков Российской империи. Просто пархомологии. Флагом Российской империи он был порядка 80 с чем-то лет. Я не знаю, более или менее, но это закончилось войной и убийством украинцев. Я знаю, ввиду нецивилизованного поведения Украины и отчасти... Нет, ввиду нецивилизованного поведения России, как агрессор. Это одно другому не мешает. Ага, ну вот, видите. Одно другому... Одно нецивилизованное поведение не мешает иному нецивилизованному поведению. И вы прекрасно понимаете. И еще как мешает? Еще как мешает? Если бы Украина знала, чувствовала, по духу того, что происходит, что это может все мирно пройти да ради бога регион пожалуйста но в принципе подождите дайте я закончу регион пожалуйста проведите в составе региона референдум а потом мы его вынесем на общее украинский да вот так и должна украина была заявила было бы если бы не началось это все делается насильно насильно не спрашивая людей не спрашивали не в донецке не в луганске людей не спрашивали их поставили перед фактом вот мы россия нас тут большинство русскоязычных мы будем блин теперь здесь россии но у вас неверные сведения донецкие показывали бюллетени там вообще про россия не было там бы там было про автономии у них на референдуме можно мы пришли но слушайте вы вы не придирайтесь формулировать о сути они о форме понимаете ну к чему ну пони я но это это все понятно понятно так вот я поля и вы вы как раз сейчас очень грамотно заявили что украина тогда должна была поступить и украина должна была так поступить а она говорит она же из-за референдума выдача лата и начало подавлять не меняет она даже надо передергивать надо передергивать если бы область донецкая там луганская в цивилизованном русле естественно там никакой россии бы речь не шла никогда если бы мог состояться диалог цивилизованный без вмешательства внешних сил то украина да сказала бы пожалуйста ребята вы хотите там автономию давайте проголосуем за нее мы потом проведем общий национальный референдум захотите отделиться это есть еще в конституции бажалют на правы украина именно так должна была и поступить я же об этом уже говорю как она так и поступила пока пока не начали зацеланные казачки ваши российские вместе с россиянами в открытую просто захватывать территории вывешивать свои флаги блин и так далее и так далее ну я они вышли из из легитимного поля понимаете они вышли не украина вышла я тут с вами соглашусь что было было ошибкой вывешивание позднее имперского российского флага который сейчас соответствует флагу российской федерации лучше вы вышли ранний имперский флаг который был до 1837 года по моему только который там черно желто-белый это да это было бы более логично идут а я с вами я с вами согласен потому что это могло дезориентировать вот так сами имеет право государственный флаг никто менять ни на один другой пока это это тоже это не разрешено и не узаконено на основании конституции . это тоже была ошибка что именно на обл администрация повешивали нужно было вывешивать рядом важно на обл администрациях старый имперский новый имперский это не имеет значения есть украинский флаг . как-то не имеет значения если 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 не на говерменте вы вывешиваете в полное право имеете я могу повесить у себя американский флаг до запасного с балкона высоких висит а вы можете канадский а я же говорю я говорю на официальных зданиях ну ну официальных зданиях если я и название говермента нельзя не на любых официальных здания на любых официальных зданиях ну смотря что вы понимаете по официальным если здание конч фирмы повесит это вполне можно где-то так хорошо знаете Вы знаете, согласен, согласен, фирмы, может быть и можно, было бы, если бы Расти не проявила себя агрессором. А сейчас за это надо сажать в тюрьму, за вывешивание вот этого флага триколора, блин, на украинской территории. Вот и все. Ну, нет, ну я понял, я мысль-то понял, вы повторяетесь. Ну, ясно, то есть вы убеждены, что Украина не разделится по собственной инициативе. Да, и, соответственно, я... Да мне все равно Украина разделится по собственной инициативе. Вы поймите, самое главное. Или она не разделится, мне все равно. Главное, чтобы это была Украины инициатива. Украины, а не извне, не чтобы Россия свое рыло туда толкала. Ну, ясно, вы возмущены больше, так сказать, поведением России, как я понял. Я понял вашу быту. И я только этим и возмущен, понимаете? Я восхищен тем, как Украина себя повела, когда скинула, скинула вот этого вора президента своего. Ну, тот бог... Я абсолютно возмущен поведением России, которая начала свое рыло совать в эти дела. Это дело украины. Она хочет разделяться, пускай разделяется. Она не хочет разделяться. Она будет единым государством. Ну, я вас понял. Потому что я думаю, как она будет. Я могу сказать. Конечно, Украина, я не думаю, что захочет разделяться. Особенно после вот таких дел. Особенно. А так вообще это личное дело Украины. Я не украинец, я не житель Украины. Я к этому не имею. Это их дело. И не наше дело совать туда носу. Нет, я вас понял мысль. Тут буква «С» лишняя кинул. Украина же кинула Януковича. Подписали с ним договоры три посла. И в итоге три посла его кинули. Ну, вы знаете... Янукович кинул Украину в начале, когда отказался подписывать ассоциированное членство, за которое проголосовала Украина. А вы говорите, что его кинули. Ну, одно другому не мешает. Янукович кинул, потом его кинули. Это одно другому не мешает. Это цепочка. А вот каково ваше мнение? Вы же, наверное, помните события в Украине 14-го года. Вот Янукович от Майдана бежит и прилетает в Харьков. В Харьков он должен был идти на съезд губернаторов юго-восточных, которые съехались специально ради него на съезд. Он полной решимости идти утром, но потом резко меняет решение и не идет на съезд, улетает в Донецк. Уезжает, вернее. У вас есть версия, почему он не пошел на съезд? Ведь если бы он пошел на съезд, то войны были. У меня, во-первых, нет версии, во-вторых, не хотел вас огорчать, меня это вообще не интересует. Нет, это как раз ключевой момент. Если бы он пошел на съезд, никакой бы войны не было, Украина бы вмен разделилась тогда. Ну, было бы, да, разделилась бы, конечно. Ну, а что вы смеетесь? Смотрите, я вам объясняю логику. Съехались в губернатор. Ладно, извините, извините, меняйте версии, честно говоря. Особенно вот такие сепаратистско-фашистского толка не интересуют. Ну, я вас понял, хорошо. Ну, хорошо, ладно, у вас есть вопросы ко мне? Нет, у меня к вам единственное замечание, вот этот кромакей, который вы себе сделали, вы двигаете головой и фуражкой, постоянно видно, что это кромакей, и вы там то исчезаете, то появляетесь, короче, такое техническое вам замечание. Да, спасибо, да. Я просто немножко наклонился от... Обычно... Нет, нет, что-то вы должны переделать там. Ну, это картинка, картинка такая левая, абсолютно не впечатляет. А что это за картинка, кстати говоря? Это главная железнодорожная достопримечательность Украины, кстати, и всей Европы. Да какая разница, тут несколько железнодорожных веток показано, и что? Ну, если не понимаете, то ладно, не буду вам десать. Я не знаю, может, это для вас что-то символизирует, для меня нет. Нет. Ну, я вам повторяю, это главная железнодорожная достопримечательность Европы находится в Украине. Хорошо. Ну, хорошо, я не знаю, что это, но не важно. Ну, если вам не интересно, ладно. Я просто патриотам Украины часто задаю этот вопрос. Если, знает ли, ну, не только этот вопрос, на знание географии Украины, как я с вами начал, как правило, они ее не знают, а я ее знаю. Ну, вот видите, что-то вы хоть знаете правильно, так что не пределешься. Я многое знаю правильно. Я, вообще-то, я, вообще-то... Многое, но только не отношения между Россией и Украиной. Я, вообще-то, лекции в университете читал, имею ученую степень, PHD. Ну, да, хорошо, хорошо. Это говорит о том, что, да, вы, в принципе, вы довольно грамотно говорите и пытаетесь даже какие-то аргументы привести и выслушиваете другие. У вас, как обычно, нет аргументов, естественно. Так, чтобы они были действительно доказательными. Ну, естественно, естественно. Ну, хорошо, ладно, приятно было побеседовать, всех благ. Все, давайте. Наверное, зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А соседка, он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что они... Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, в утилитарной государстве? Правильно? Великобритания – утилитарная государство. Германия – утилитарная государство. У них есть один... Слушай, Дарпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Но не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает? Канадзия прошла? Когда у нас изменяются в соединенных штатах, я это напомню. Соединенные штаты, а федерализация? Федерация. Федерация, федерация. Вот, соединенные штаты, а федерация, вот это слышал. Да? Да? А как называется? Соединенные штаты, а федерация? а Усилёная, селёная, селёная... В том случае семян повыведем За родную Россию, как у сей их Россией Тяжела будет и сувер... Аркашовский был. Его сделан украинским, но надо ничего не... Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор! У нас есть консульный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым по оранжевыми знамёнами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай нашмертный бой! Ты машинской силой неумною! Сраншевой чумой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok